всем опять привет и прям ван гую сейчас все говорят диет ты задрал со своими тенями но сегодня у нас марафон по теням и давайте посмотрим почему твое сердце закрыто и в долгий ящик откладывать не будем приступим к раскладу так это у нас день 1 варианта это день 2 варианта и это день 3 варианта и посмотрим первый день распутника кстати тени это самое дорогое что тянут поэтому смотрят очень мало и вот несопоставимо то есть люди в основном не видят ценности в тенях почему потому что не знают что это очень как сказать дорогое удовольствие чтобы вам вытянули тень то есть это намного дороже чем личные расклады таро да личные тени но раз уж десяти процентам из вас нравятся тени то сегодня вот марафон по теням да тень распутника у нас о чем говорит это про твою склонность знаешь стремиться из стремления избегания глубоких эмоциональных связей вот как правильно сказать ты стремишься мгновенно избегать глубоких глубоких связи эмоциональных ты постоянно стремишься к таким мгновен уже забыли так языка яйца мгновенным да удовольствием и избегаешь обязательств распутник внутри тебя это часть твоей личности которая боится привязанности да боится серьезных отношений и тень распутника она может возникнуть из-за страха перед уязвимостью ты боишься открыть свое сердце и впустить кого-то внутрь потому что это означает стать уязвимой то есть риск быть отвергнуты или ранены вот возможно в прошлом ты пережила опыт который научил тебя что открытость и доверия они приводят к боли и теперь ты подсознательно избегаешь глубоких связей потому что хочешь защитить себя и вот когда ты выбил выбираешь поверхностные связи да ты стараешься контролировать ситуацию ты можешь наслаждаться мгновенными удовольствиями чтобы заполнить внутреннюю пустоту но это же лишь временное решение эти удовольствия они могут дать тебе кратковременное ощущение радости но они тебе не приносят глубокого удовлетворения и счастья ты все равно остаешься с чувством пустоты и одиночества потому что избегание вот этих глубоких связей оно не позволяет тебе почувствовать настоящую близость до настоящую любовь ты можешь ощущать себя свободны да когда избегаешь обязательств серьезных отношений но это свобода она иллюзорно понимаешь на самом деле она удерживает тебя в рамках твоих страхов и не позволяет тебе расти и развиваться эмоционально и вот тень распутника она заставляет тебя верит что только через поиск новых удовольствий ты сможешь найти счастье но это приводит к замкнутому кругу а вот этих поверхностных переживаний разочарования и вот чтобы разобраться с этой тенью важно понять ее корни вот а просто вот возьми и задумайся о своих прошлых переживаниях которые вот могли привести к формированию этого страха да возможно ты столкнулась с предательством да или разочарованием в отношениях и теперь ты боишься что это повторится просто признай эти чувства и пойми что они нормальны признавая свою боль ты начинаешь процесс исцеления и вот также стоит обратить внимание на то как ты воспринимаешь себя возможно ты считаешь себя недостаточно хорошей да для глубоких отношений и это убеждение оно заставляет тебя избегать их понимание и изменение этого восприятия они могут помочь тебе открыть свое сердце понимаешь начни видеть в ценность начни видеть в себе уникальность и это изменит твое отношение к себе да и к другим и вот наконец подумай о том что для тебя действительно важно если ты хочешь найти настоящую любовь да извиняюсь вот если ты хочешь найти настоящую любовь близость то возможно стоит пересмотреть свои приоритеты понимаешь задумайся о том что может принести тебе истинное счастье и удовлетворение это конечно же может быть непросто но вот важно сделать шаги к тому чтобы быть честной собой и стремиться к тому что действительно имеет значение тени распутника это вызов огромный но это и возможность понимаешь это шанс научиться открываться и доверять понимаешь найти вот в себе силы для построения настоящих глубоких связей и ты способна на это и в тебе есть вот это все необходимое чтобы преодолеть свои страхи и открыть свое сердце для любви и счастья а теперь задай себе вопрос ты хочешь любви или просто покататься это был первый вариант а мы давайте с перейдем ко второму варианту у двоечек тень судьи и она символизирует твою склонность вот к постоянной критике и оценке вот как себя так и других тень судьи она живет внутри тебя делает тебя слишком требовательной непримиримой и особенно вопросах любви да эмоциональной близости соответственно ты часто судишь себя слишком строго критикуя свои чувства критикуя свои эмоции также и других людей критикуя ну в плане чувства эмоций вот возможно ты думаешь вот что твои чувства недостаточно важны или что ты не имеешь права испытывать там определенные эмоции да любовь например и это внутренняя критика она создает барьер который не позволяет тебе открыться и принять себя такой какая ты есть то есть ты боишься что если покажешь свои истинные чувства то они будут как сказать осуждены да или отвергнуты и вот судья внутри тебя он также проецирует свои суждения на окружающих то есть ты можешь быть слишком критичны к людям которые пытаются приблизиться к тебе то есть ты вот ищешь в них недостатки да слабости которые оправдывают твое нежелание доверять и открываться и это создает дистанцию между тобой и другим человеком делая невозможным построение каких-либо отношений да ну значимых я имею ввиду и а вот тень судьи она формирует в тебе страх перед ошибками и неудачами ты боишься быть недостаточно хороший для кого-то и это приводит вот к постоянному сомнению в себе да и своих способностях к любви и это неуверенность она заставляет тебя избегать вот ситуации где ты можешь быть уязвимой чтобы конечно же не столкнуться с возможностью осуждения или неприятия и а ты вот ощущая что быть открытой и уязвимой это проявление слабости и что тебя там будут судить да за это и этот страх он заставляет тебя прятать свои настоящие чувства свои настоящие эмоции и ты закрываешь соответственно свое сердце то есть ты предпочитаешь оставаться на расстояние чтобы не дать никому возможности вот увидеть твою ранимость да и вот чтобы справиться с этой тенью нужно научиться принимать свои чувства да свои эмоции без всякого какого-то там осуждения вот попробуй представить себе что ты свой лучший друг вот как бы ты поддержала этого друга да то есть себя вот в трудные моменты и научись проявлять к себе ту же доброту и понимание то есть понимание принятия своих эмоций они помогут тебе ослабить вот этого внутреннего судью да и открыть сердце для любви мы же любви с тобой хочет правильно хочет вот и также важно тебе развивать эмпатию к другим людям попробуй увидеть других людей такими какие они есть без вот этой критики без осуждения и вот поняв что все люди имеют свои слабости свои недостатки ты сможешь быть более терпимой и принимающий это поможет тебе строить более глубокие да и доверительные отношения и а еще вот проявляй сострадание к другим да но и к себе тоже в первую очередь научись видеть в ошибках и неудачах а возможности для роста и обучения они поводы для критики как ты это сейчас делаешь разреши себе ну и другим тоже быть несовершенными это поможет тебе вот снять себя груз постоянного самокретинизма вот как это сказать самокритики да самокретинизма пусть будет новое слово и ты откроешь сердце для более искренних чувств и сфокусируйся на тех вот аспектах своей жизни да и своих отношений за которые ты можешь быть благодарна это сместит твой фокус с критики на позитивные моменты и это даст более благоприятную атмосферу вот для открытия сердца понимаешь и самое главное научись доверять себе признай что ты достойна любви и принятия независимо от своих недостаток недостатков там ошибок и так далее и вот когда ты начнешь доверять себе ты сможешь легче вот доверять другим людям и это доверие оно станет основой для построения твоих отношений будущих да когда ты откроешь свое сердце для любви для радости и так далее и помни что ты достойна любви ты достойна счастья и у тебя уже есть все нужное для этого чтобы реализовать свою любовь такой был у нас второй вариант мы с вами давайте перейдем к третьим про тень конкурента вы уже знаете но повторю да это про соперничество постоянное сравнение себя с другими до стремление быть лучше и вот тень конкурента она заставляет тебя чувствовать что ты всегда должна быть на высоте и соответственно это создает барьера для вот настоящей любви ты часто ощущаешь что нужно постоянно доказывать свою ценность свою значимость и вот внутренний конкурент он подталкивает тебя к стремлению победе до к первенству во всем это может быть и в профессиональной деятельности да но и в личной жизни ты конкурента принесла ты сравниваешь свои отношения с отношениями других людей и стараясь быть лучше до успешнее там сильнее и так далее и это постоянное соревнование она истощает тебя эмоционально и вот как сказать не позволяет открыть свое сердце для глубоких чувств тень конкурента она заставляет тебя воспринимать людей вокруг как соперников это может вот приводить постоянному недоверию до настороженности ты боишься что другие могут превзойти тебя и поэтому стараешься держаться на дистанции чтобы не показать свои слабости и это мешает тебе строить такие вот близкие доверительные отношения потому что ты всегда на стороже всегда вот готова к борьбе да и откуда это взялось но скорее всего в прошлом у тебя были вот такие ситуации когда тебя сравнивали с другими да или ты сама чувствовала вот необходимость соответствовать высоким стандартам я же принцесса я же должна себя и вести как принцесса но мне нужно быть королевой я пока еще принцесса поэтому для королевы мне нужно то 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 и вот эти переживания они могли вот сформировать внутри тебя страх быть недостаточно хорошей и это побуждает тебя к постоянному стремлению быть лучше всех но это же приводит к замкнутому кругу вот где ты не можешь расслабиться и просто быть собой и вот чтобы справиться с этой тенью нужно научиться видеть ценность в себе вот без необходимости сравнивать себя с другими просто признай что твоя уникальность твоя индивидуальность они не требуют доказательств кому и что ты собираешься доказывать и самый главный вопрос для чего вот каждый человек он имеет свою ценность и свой уникальный путь и ты не исключение в этом ты уникальна никто не выше никто не ниже все одинаковы для чего и для кого ты собираешься что-либо доказывать мой юный друг попробуй обратить внимание на свои внутренние потребности и желания они на внешние достижения вот задумайся что действительно важно для тебя что приносит тебе радость да это поможет сосредоточиться на своих чувствах на своих эмоциях они на каких-то там чужих критериях успеха и так далее и тому подобное учись наслаждаться процессом они результатом конкурент внутри тебя он постоянно стремится к победе но пойми что истинное удовлетворение оно приходит когда ты находишь радость в самом пути найди какие-либо занятия которые приносят тебе удовольствие радость независимо от того как они оцениваются окружающими тебе должно быть по фигу и тень конкурента а ты откидываешь все сотрудничество до откидываешь поддержку потому что ты не можешь показать свою слабость да вместо того чтобы видеть в людях соперников постарайся видеть в них союзников и друзей научись работать вместе с другими делиться там своими успехами да выслушивать без зависти успехи других и поддерживать их в трудные моменты извиняюсь это поможет тебе развить вот это доверие которое тебе не хватает и построить более глубокие да и значимые отношения в твоей жизни и самое главное разреши себе быть уязвимой потому что вот тень конкурента она заставляет тебя скрывать свои слабости но ведь истинная сила она заключается в умении признавать и принимать их быть уязвимой это не означает быть слабой это нет там знака равно быть уязвимой означает быть настоящий и запомни это раз и навсегда и вот когда ты позволишь себе быть открытой да и уязвимой ты сможешь установить более глубокие и искренние связи с другими и научись радоваться успехом других конкурент который внутри тебя он может вызывать вот зависть да недовольство когда кто-то успех отбивается попробуй вместо этого радоваться за них искренне видеть в их успехах вдохновение и мотивацию для себя это поможет тебе избавиться от внутреннего напряжения да и открыть свое сердце для любви и принятия понимаешь ты тоже достойна любви ты тоже достойна счастье и проработав эту тень у тебя все это будет ну а дед поддержит в нужный момент и всегда будет рядом ну а ну 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 ну